Сегодня утро 31 декабря. Последний день уходящего года и он гораздо легче, чем первый день нового. Но тем не менее, расслабляться не приходится. Впереди суета, приготовление, беготня в поиске последних подарков. Нам, дамам, важна прическа, маникюр и воплощение в королеву вечера. Ну а нас, мужчин, интересуют чисто мужские дела. Ёлка, продукты, подарки, салют. Новый год – праздник семейный, поэтому мы решили объединиться небольшой, но уютной компанией, чтобы провести утро вместе с вами. В студии Денис Серпантин Кириллов, Елизавета Хлопушка-Терещенко, Дмитрий Ёлочный Дождик-Доброхотов и Ольга Новогодняя Игрушка-Яковенко. Просыпайтесь, умывайтесь и включайтесь в этот новогодний день вместе с нами. Бодрячком Республика. Бодрячком. Как вы уже заметили, наша студия преобразилась. Поверьте, здесь царит поистине новогодняя атмосфера. Украшали все редакции. Кстати, Оленька, видела, как они тут гвозди забивали, стойку выставляли? Да, они так старались. В то время, как вы, можно сказать, расслаблялись в парикмахерских и салонах. А это, между прочим, тоже нелегкое дело. Да, но наверняка будет полегче, чем вот эту стойку тягать, забивать, тут все ползать, да и вообще. Ну, согласитесь, мальчики, без нас в этой студии было бы не так празднично. Все, ребят, брейк, хватит. Действительно, над этой красотой в студии поработало немало рук. И мы сейчас посмотрим, как это было. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Кстати, в городе не менее весело, чем у нас в студии. Вы заметили, друзья? Конечно, заметили. Город просто утопает в гирляндах. Я тебе больше скажу, маршрутки, как сани Деда Мороза, их видно издалека. Да что там, я вчера в таком троллейбусе ехала, ну, прям как в рекламе Кока-Колы. Праздник нам приходит, праздник нам приходит всегда с девятнадцатым. Ну, транспорт мы обсудили, теперь перейдем к городу. Как вам, кстати, елочка? Я вам доложу, шикарная красавица, стройна, подтянутая и выглядит получше многих светских дам. А сколько сил было потрачено на главную елочку? Это вам не молотком махать, мальчики. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Мальчики, вы нам вообще приготовили подарки? Денис, я не чувствую запаха шоколада в студии. А я не вижу обещанную шубу. Девочки, мы сейчас все исправим. Итак, с Новым годом вас спешит поздравить весь Тираспорт. Нет, вы нам тут зубы, пожалуйста, не заговаривайте, нам нужны реальные аргументы. И шуба. Вот так вот, да? Денис, бери бумагу, записывай все желания, все желания, которые они сейчас сказали, записывай. Девочки, берете эту бумагу, в новогоднюю ночь сжигаете ее, пепел в бокальчик, выпиваете, и все желания исполняются. Придумали. Вот это ты правильно придумал. А вы, девочки, знаете, что Новый год – это прежде всего веселая компания, салат Оливье и поздравления от добрых и хороших людей. Подарки, Кирилл, все равно мне покупаешь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Похоже, нам придется смириться с мыслью, что Новый год мы встретим без снега. Но ничто не может забрать у жителей нашего города новогоднего настроения. И сегодня наша республика будет принимать поздравления от тираспольчан. Здравствуйте! С наступающим вас! Можете что-нибудь пожелать через вот эти вот картинки? С Новым годом, чтобы все желания сбывались в следующем году. А вы ничего не добавите? Счастья, здоровья, любви. Развития. Доброты и любви. Мира, здоровья, тепла, добра. Здоровья всей республики. Жить в друбе. Удачи, здоровья. Чтобы был достаток в семье. Чтобы дети были счастливы. Чтобы побольше было счастливых лиц. Терпение друг к другу. Большого, огромное терпение. Здравствуйте! Вы как символ наступающего года. Что можете пожелать жителям нашего Приднестровья? Счастья, здоровья. Спасибо большое. Счастья, здоровья. И салон красоты, чтобы женщинам скидки давал. Когда 50 им будет, за 50, чтобы скидки были процентов 50. Спасибо большое за наступающим. Конечно, в первую очередь мы всем деткам, мамам, папам желаем крепкого здоровья. Желаем, чтобы все мечты, все желания сбывались. Чтобы в будущем, в 2014 году детки не болели, а мамы радовались. Приходили на новогоднюю елку. Радовались Новому году, празднику. И чтобы все мечты еще раз сбывались у вас. Счастья, радости и всяких радостей. Всем здоровья, счастья, удачи во всех их делах. Ну и праздничного настроения. Чтобы они были счастливы. Здоровья им. А ты что-нибудь можешь добавить? Я кушаю. Но самое главное – здоровье. И не терять бодрости духа. Мы хотим пожелать нашей республике, во-первых, всем крепкого здоровья, любви, удачи, благополучия, процветания и признания, конечно. А как тебя зовут? Денис. Денис, ты хорошо вел себя в городе? Я очень хорошо себя вел. Ну тогда заслужил конфетку. Спасибо большое. Вот так вот заслужили вместе с Первым Приднестровским. С Новым годом! Спасибо огромное. С Новым годом! Согласитесь, друзья, сегодня прекрасный день. Да, соглашусь. Я, например, утром развесила игрушки, любимые из детства, которые достаю каждый год из антресоли. А я открыла холодильник, чуть не упала в обырок. От ароматов всяких разных вкусностей еле сдержалась, друзья. Но я закрыла его и буду ждать вечера. А то я получу от мамы. Молодец. Ну а я с утра распутал ту самую советскую гирлянду. Гирлянды? Нашел единственную лампочку сгоревшую, поменял ее, за это съел мандарин. Вот так вот. А ты, Денис, чего загрустил? Я, ребят, просто сегодня подметал, мыл, убирал посуду, выкидывал мусор, мыл окна, стекла. Их, что я только не делал. О, Кириллов, так у тебя сегодня знаменательный день. Может, все-таки снег пойдет? Пойдет. Поверьте, друзья, в истории дни были и получше. Доброе утро. Мне особенно приятно начинать этот праздничный день вместе с вами. Думаю, не стоит говорить, чем в первую очередь примечателен этот день. Это, пожалуй, самая долгожданная календарная отметка в году. Канун Нового года. По-семейному теплый и по-праздничному суетливый. День, когда все находятся в волнующем предвкушении приближающегося события. И это, наверное, главное значение последнего декабрьского дня. В остальном же день как день наполнены разными событиями. Многие из них связаны с периодом Великой Отечественной войны. Ближе к окончанию которой были освобождены многие советские города, выиграны важные сражения. И некоторые из таких значительных событий произошли как раз 31 декабря. Конечно, дело не в самом дне, но все же такие славные эпизоды в его истории делают этот декабрьский день еще более значимым и исключительным. Но возвращаясь к новогодним реалиям, хочу продемонстрировать кадры, уже ставшие родными. Мы пошли в баню. С легким паром. Слушай, я у себя дома нахожусь, я живу в своей улице строить, это не дом двадцать. Нет, это я живу, третья улица, строители двадцать пять, квартира двенадцать. У нас пропал дух авантюризма. Мы перестали лазить в окна к любимым женщинам. Мы перестали делать большие, хорошие лукости. Ой, какая гадость, какая гадость, эта ваша взрывная рыба. В 1975 году под самый Новый год вышел всеми любимый фильм «Ирония судьбы» или «С легким паром». Сейчас сложно представить себе новогодние каникулы без просмотра этой картины. Сюжет, который мы все знаем наизусть. Но от этого симпатия не становится меньше. Википедия подсказывает, что в первый день 1976 года фильм посмотрели без малого сто миллионов зрителей. А с годами такой многомиллионный просмотр стал доброй традицией. Кинолента – это экранизация пьесы с «Легким паром» или «Однажды в новогоднюю ночь». Название самого фильма переплелось с первоначальным. Эльдар Рязанов мастерски представил пьесу. Его авторская экранизация покорила миллионы, став настоящим атрибутом новогоднего праздника. Тайрам-тайрам Если у вас нету дома, пожары ему не страшны, и жена не уйдет к другому. Если у вас, если у вас, если у вас нет жены, нету жены. Что ж, вот и подошла к концу последняя наша с вами встреча в этом году. Не загадываю, но все же надеюсь увидеться с вами уже совсем скоро и продолжить наши исторические экскурсии. С праздником! Пусть этот день вам запомнится. Девочки, вы нам вообще чего-нибудь вкусненького приготовили, а? Кстати, да. Да, песню и горячие поздравления. А что за песня? Песня женская. Младший лейтенант, мальчик молодой. Погодите, погодите, погодите. Есть что-нибудь посъедобнее песни? Ну да, горячие поздравления с каменки. Ладно, давайте посмотрим на это. Дорогие друзья, мамы, папы, бабушки, дедушки и все-все-все. Я вам желаю в новом году счастья, благополучия, успехов. Пусть Новый год для вас станет самым запоминающимся, самым ярким, добрым и хорошим. С Новым годом! Дорогие преднестровцы, я поздравляю вас с наступающим годом лошади. Желаю, чтобы исполнились ваши самые сокровенные мечты, чтобы над вашим домом всегда было ясное небо и чтобы в ваших сердцах всегда была яркая, чистая любовь. С Новым годом! Я хочу пожелать всем огромного здоровья и хочу сказать, что здоровье, оно всегда было, есть и будет самым большим богатством для каждого человека. И еще раз поздравить всех с наступающим 2014 годом. И я вхожу в этот год с надеждой на то, что в обществе станет больше людей неравнодушных, в обществе станет людей больше добрых, станет больше терпимых людей. И я желаю всем людям, живущим в нашей республике и на нашей планете, быть здоровыми, счастливыми и более терпимыми друг к другу. Поздравляем с Новым годом, с наступающим. Желаем всем здоровья. Во-первых, хотим, чтобы наше Приднестровье процветало, все были здоровы и всего самого-самого наилучшего. Такой праздник надо поздравлять Приднестровцев, потому что мы все живем как в одной семье. Все дружны, все весело. Хотим, чтобы дальше было еще лучше. И с маленькими, и с взрослыми. С Новым годом! С Новым годом! С новым счастьем! Всем добра желаем! Ну, если вы нам ничего не приготовили, мы сейчас все закончим. Закроем студию, выключим свет и оставим вас здесь. Одних. Да. Олегчик, красавчик, нам совсем не страшно в студии. С нами звезды, и они на нашей стороне. Ну, на чьей они стороне, это еще неизвестно. Вот, станет это известно только после гороскопа. Кстати, немало знаков зодиака в этом году стали счастливыми обладателями подарков от магазина ювелирных изделий «Ауреол-1». В новом году желаем вам также побед и приятных сюрпризов. Гороскоп. Для овнов в 2014 году будет целых три периода, когда у них появится возможность по максимуму показать себя и свои способности, воплотить в жизнь имеющийся творческий и духовный потенциал. Лошадь овнам советует потратить это время с умом и заняться с саморазвитием себя как личности. В личной же жизни могут произойти кардинальные перемены в лучшую сторону уже совсем скоро. Этот год для тельца будет очень активным, поэтому тельцы в этом году смогут быть первыми везде. Практически все их желания осуществятся именно в этом году. Телец обладает важными качествами, которые будут цениться в 2014-м, уверенностью и спокойным отношением к небольшим проблемам. Тельцам в новом году главное наметить свой путь и стараться от него не отступать, и не перекладывать свой груз на чужие плечи. 2014 год для людей, которые родились под знаком близнецов, станет незабываемым, так как привнесет в жизнь романтику, незабываемые чувства и эмоции. Как предполагают звезды, самые значительные перемены в любовной сфере ожидают представители данного знака зодиака именно в начале нового 2014 года. В течение всего года лошади близнецы должны поставить точки в существующих спорных и конфликтных вопросах и ситуациях. Если имеются какие-то судовые разбирательства, их также необходимо решить в течение этого года. Все довольно просто. В 2014-м у раков он будет интересным и эмоциональным. В год лошади астрологи рекомендуют быть позитивным именно от душевного состояния и будет полностью зависеть исход любых дел. Возможно, в этом году представители данного знака зодиака придут к решению сменить не только свои предпочтения и интересы, но и круг своих друзей. Для многих раков этот год станет переломным в плане личных отношений. Так представители знака, которые долгое время не могли найти свою половинку, наконец встречают ее. В новом 2014-м году львам будет вестись невероятной силой. Основным направлением в этом году, как говорит гороскоп 2014-го, будет реализация всех ранее поставленных перед собой целей. Это касается и семейных дел, и профессиональной деятельности. Но все же на первом плане для львов в этом году – любовь. Отдайтесь ей полностью и бесповоротно. 2014-й год. Дева встретит очень спокойным и тихим, собственно, как и весь год. Представителям этого знака лошадь рекомендует жить на позитиве. Что касается любовных отношений, то в новом году любовь не даст вам отдохнуть ни дня. В течение всего года вас будут настигать все новые и новые сюрпризы. А вот те девы, у которых уже есть половинка, еще раз смогут убедиться в том, что выбор их был верен. Новый 2014-й год принесет весам много интересного и долгожданного. Гороскоп 2014-го говорит о том, что во всех сферах это будет действительно знаменательный год. В начале года у весов появятся новые знакомства и, соответственно, перспективы. В этот период можно найти хороших друзей. Возрастает возможность получить достаточно большую прибыль. Большое внимание весы будут уделять ощущениям. Не исключено, что любовная симпатия перерастет в огромную страсть. Год лошади обещает скорпионам очень насыщенный и динамичный весь год, в котором постоянно будут происходить разнообразные события. У скорпиона появляются возможности себя реализовать вне зависимости от сферы деятельности. На вашей стороне в этом году все – успех, удача и здоровье. Многие скорпионы в будущем году могут испытывать сильную страсть, причем это будет касаться как свободных, так и женатых представителей данного знака. Весь год лошади, как гласит гороскоп 2014-го, будет для стрельцов воплощением в жизнь прежних идей. Все новые начинания будут успешными, а любые перемены пойдут на пользу в карьере. 2014-й год для стрельцов – год перемен в личной жизни. Вы можете добиться того, к чему стремитесь. Роль лидера в отношениях для вас будет кстати. Проявляйте инициативу. Одинокие стрельцы в этом году заведут немало интересных знакомств. Главное, не торопитесь, спешка здесь ни к чему. В 2014 году Козирогу Небесные Светила совершенно не советуют ограничивать собственный круг общения исключительно родственниками, семьей, а также близкими, друзьями. А вот как раз наоборот. Пытайтесь всегда быть в центре событий и начинайте вести образ жизни еще более активнее. В 2014 году будут исполняться все ваши желания, причем будет это происходить в самое неподходящее и неожиданное для вас время. Одинокие Козироги обязательно в новом году встретят свою половинку, но правда только в конце года. А семейные в год лошади наконец обретут гармонию и покой. Водолею звезды в новом 2014 году советуют на вооружение взять девиз «Вижу цель, не вижу препятствий». Звезды также утверждают, что удача будет сопутствовать исключительно тем водолеям, которые только собственным трудом достигают нужных им целей. Поэтому не ленитесь и не расслабляйтесь. А вот в делах сердечных водолеям мешает непостоянство. В год лошади произойдет много событий искушающего характера. Будет непросто отказаться не только от измен, но и от безобидного флирта. Для рыб год лошади будет очень благополучным, а самое главное – удачным. Это время серьезных достижений и личностного развития. Рыбы могут рассчитывать на карьерный рост и поддержку влиятельных людей. Семейная жизнь рыб в новом году будет налажена, а все разногласия останутся в прошлом. Любовный же гороскоп рекомендует рыбам посвятить этот год своим половинкам. Так, Оленька, надо взять вот эти вот салфеточки, помнишь, красивенькие? Да, и обязательно эти тарелочки такие цветные. А у меня и скатерть красная, просто бомба закачала. Погодите, девушки, вы считаете, что на праздничном столе это главное украшение, да? Главное – это, конечно же, еда. Какие есть соображения на этот счет? Самое важное не то, что ты ешь, а как ты это ешь и как это все выглядит на столе. Должно быть прежде всего вкусно, а потом уже красиво. Зачем нам спорить о том, как должно быть? Давайте послушаем профессионалов, друзья. Давайте. Стоит отметить, что хозяйка 2014 года – лошадь, известная в астрологическом мире своим тяготением к роскоши, домашнему уюту, овощным и фруктовым ассорти. Поэтому торжество в полночь за одним столом должно собрать тесный круг из членов семьи и близких друзей. Уж так угодно покровительницы года. Заботясь о сервировке стола, хозяйкам стоит помнить, что скатерть, салфетки или посуда должны быть в масть лошади нынешнего года. Это синий или зеленый цвета. Не только стол, но и дом щедро украстье свечами. Это создаст теплую атмосферу. Среди угощений на столе отведите уголок и символы наступающего года, выполненного из дерева. Обязательно сдобрите убранство цветочной композицией. Что же до меню, то оно должно быть сбалансированным. А это прекрасная возможность приготовить не только вкусные, но и полезные блюда. Ведь лошадь образит силы и выносливости. И все благодаря рациону. Гвоздь стола в этот раз зелень, овощи и злаки. Уместны в новогоднюю ночь и деревенские деликатесы. Например, сыр. Пряности и специи будут очень кстати. А вот экзотические блюда лучше не готовить. Хозяйка года консервативна. Тяжелые салаты с майонезом тоже не лучшие блюда на новогоднем столе в 2014 году. Так что, если вы сделаете все для того, чтобы порадовать лошадь, то в конце праздников вам не придется судорожно сидеть на диете. Мы, кстати, сегодня получаем новогодние поздравления со всех краев нашей довольно объятной республики. И вслед за каменкой рвутся как мандарины из пакета поздравить всех с Новым годом. Жители прекрасного города Дубосары. Дубосары. Это же Гресс. Живописные берега Днестра. И, конечно же, букет Молдавии. Кирилла! Я вообще-то про чай. И не надо на меня так смотреть. Вот лучше смотри поздравления. Давайте, Дубосары, поздравляйте. Чай он себе купил. Чай, какой вкусный чай. Дубосары. Здесь можно будет не только послушать хорошую музыку, но и потанцевать. Маски и новогодние костюмы – главный атрибут праздника. В эту ночь не обойдется без фейерверков, бенгальских огней, салюта и, конечно же, исполнения желаний. В этом году мы поженились с мужем и у нас появилось это маленькое чудо. Мы ждем побольше здоровья для нашего ребенка и чтобы наша семья стала еще крепче. Год, скажем так, неплохой был, потому что все от нас зависело. Раз мы что хотели, то и сделали. А в 2014-м думаем, что все-таки он будет более весомый, потому что голд лошади, мы, значит, будем работать соответственно. Чтобы у людей работа была, чтобы достаток был, чтобы молодежь вернулась в конце концов, чтобы семьи были, детки были. А то смотришь бабушки, дедушки и малыши. В новом году здоровья, 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 радости, веселья. Ну и успехов! Оля, а ты Диму заставляешь зимой носить подштанники? Опять начинается. Дима, а вот Оля тоже может позволить себе в холод надеть юбку и в оправдание сказать, зато у меня колготки 90D. Нет, нет, мы на самом деле утепляемся, ребят. Мы следим за своим здоровьем. И всегда смотрим на термометр, когда выходим на улицу. А Кириллов смотрит клинику перед тем, как выйти на улицу. Но к его здоровью, к сожалению, это никак не относится. Терещенко, я обещаю взять пример с наших коллег и утеплить свои ноги. Я рада. Ну а чтобы и вы были в курсе всех температурных изменений последнего дня 2013 года, смотрите прямо сейчас нашу рубрику «Метеогид». Доброе утро. Наконец-то настает день, которого все так долго ждали. Разумеется, в предпраздничной суматохе погода последняя, что вас должно озадачить. И все же, нередко именно она гарант приподнятого настроения, например, в день, как сегодня. И вот наш последний прогноз в 2013 году. Расчетливая зима, снежные ресурсы декабря, видимо, бережет для других месяцев. В последний день и ночь года, а также в течение всей недели, туман посменно станет дежурить на всей территории республики. Погода в ближайшие дни будет определяться антициклоном. Атмосферное давление заметно возрастет. Наперекор Новому году дневная температура по северу республики составит 0,2. Юг в отрыве от севера всего на 1 градус. Бой курантов раздастся под слабый минус 1-2 ниже нуля. 1 января по традиции начнется не слишком рано в компании слабого минуса по северу и 2 градусов со знаком плюс южнее. А вот в четверг антициклон сместится на восток. И погода в Террасполе будет определяться передней частью обширного циклона, который займет всю территорию Западной Европы. Там, увы, снова начнутся катаклизмы. И коль мы опять на его окраине разрушительная сила циклона, к счастью, не испытаем. Что же до реальных морозов, то их сулят синоптики только после Рождества. Снег же, вероятен, на крещенские морозы. Будем ждать! И в завершении мне остается поблагодарить за сотрудничество республиканских синоптиков, за их верные прогнозы и вас за внимание, дорогой зритель. Хорошей вам погоды везде и всегда. С наступающим! А сейчас в нашей студии будет настоящее северное сияние. Это что ты имеешь в виду? То, что у нас есть поздравления от жителей нашей северной столицы Рыбницы. Наши рыбницкие коллеги постарались и собрали для нас целый мешок поздравлений. Который мы с радостью откроем для вас. Они еще, кстати, по-настоящему столкнулись с волшебством. Представляете себе? Если честно, не очень. Ну тогда смотрите внимательно. А можете нам спеть? Вы подпоете? Да, конечно, я могу начать даже. В лесу! Родилась елочка. В лесу она росла. Зимой и летом. Там стройная. Зеленая была. Ламун, Сань. Самая красивая елка. Самые веселые жители. Самое отличное настроение. Рыбница поздравляет. С Новым Годом! С Новым Годом! Девочки! Девочки, пожалуйста, одну секундочку. Сейчас оператор медленно идет. И что бы вы хотели пожелать всему преднестровскому народу? Конечно же, признание скорейшего. Счастья, здоровья, никто никогда не болел. Хорошего настроения, побольше денег. Всем удачи, счастья, здоровья и всего самого наилучшего. Чтобы мы стали жить прекрасно и лучше, чем в этом году. Чтобы был достаток всего. Поздравляем Приднестровье с наступающим Новым Годом! Чтоб у всех свои мечты сбылись. Я, например, в Приднестровье в первый раз на Новый Год. Да, и мне кажется, эта елка просто замечательная. Удачи в вашем жизни. Вам, вашим родителям, бабушкам, дедушкам. Пусть у всех сбудутся мечты, желания. Все пусть будут здоровы и счастливы. Пусть уйдут свою вторую половинку. Кто приходит в гости на Новый Год к волшебникам? Отчего ты шапоек, тело бросится в полет. Новый Год, Новый Год, Новый Год. Говорят, в этом домике происходят настоящие чудеса. Ну, так давай посмотрим. Побежали. Правда, что у вас происходят настоящие чудеса здесь? Конечно, вы попали в настоящую сказку. Ведь под Новый Год, что ни пожелается, все всегда сбывается. Все дети города считают, что здесь происходит настоящее чудо. А вы еще не верите в чудеса? Посмотрите на себя. Желаю, чтобы никогда ничего здесь не творилось в Приднестровье плохого. И чтобы праздник прошел хорошо. Я желаю всему Приднестровью, чтобы все девочки были самые-самые красивые. С Новым Годом! С Новым Счастьем! Пусть стороной вас обходят ненастья. С любовью из Рыбницы! С Новым Годом! Приднестровье! С Новым Годом! В фоне поздравлений григориопольцы! У этого города, кстати, очень богатая история. Которую жители Григориополя чтят и знают. А мне вот тоже очень интересно узнать побольше о Григориополе. Например, куда делись армяне, которые там раньше жили, историю старинного герба, да еще много чего интересного. Ну вот, Дениска, съездишь в Григориополь и все узнаешь. А сейчас... Республика получает теплые поздравления! Я хочу пожелать всем в этом году здоровья, самое главное. Успехов в жизни, чтобы счастье было, любовь, самое главное. Чтобы не было разлук, чтобы все были счастливыми, прекрасными. Я бы хотела им пожелать, чтобы они были здоровы, самое главное. Счастьями и благополучием в семье. Мне бы хотелось весь народ Приднестровья, такое прекрасного и чудного такого места, как Приднестровье наше, поздравить с Новым Годом. Пожелать им всех благ, большого человеческого счастья. Всего хорошего, чтобы над нами было всегда такое же мирное небо, как сегодня. Чтобы такие же теплые солнечные дни, чтобы окружали нас, согревали наши души. Будьте счастливы! Вот в чем надо встречать Новый Год в лошади, как вы думаете? Мне проще сказать, в чем его не встречать. Точно! Например, Новый Год не надо встречать в салате, в постели, во сне. Точно! А я знаю, как надо украсить свой дом. Так как стихия лошади-дерево, надо приобрести пару деревянных статуэток. Ну и, конечно же, будет хорошо поставить на стол фигурку лошади или подкову, как оберег. А в центре стола поставить символичное блюдечко с овсом. И ни в коем случае не подавать на стол конину. Ни в коем! Ну а в какой одежде лучше встретить Новый Год, нам расскажет Ирина Гуско. В рубрике «Модная штучка». С Новым Годом, модницы Приднестровья! Сейчас я расскажу вам, в чем лучше всего сегодняшним вечером встретить наступающий год. 2014-й – это год синий или, как считают многие астрологи, зеленой деревянной лошади. Поэтому одежде стоит уделить отдельное внимание. Образ должен быть изысканным и завершенным. Встречать этот год предпочтительнее в таких цветах, как синий, зеленый, голубой, а также любых оттенках, присущих данному животному. Лошадь – животное грациозное и спокойное, поэтому основными цветами для выбора новогоднего наряда могут стать также цвет морской волны и фиолетовый. А вот встречать год лошади в одежде оранжевого, желтого и сиреневого цветов не следует. Если вы подобрали для встречи Нового Года одежду другого цвета, тогда делайте акцент на аксессуарах. Вот они уж точно должны быть синего, зеленого или голубого оттенка. А вот с синим платьем из атласа в новогоднюю ночь отлично будут смотреться украшения из натурального или искусственного жемчуга. Ткань одежды должна быть выполнена исключительно из натурального материала, таких как шелк, атлас или бархат. Никакой синтетики быть не должно, какой бы качественной и изысканной она ни была. В любом случае главное, чтобы в новогоднем наряде вы чувствовали себя комфортно и роскошно. Тогда и весь год вы будете проводить именно с этим чувством. Если собрались встречать год лошади в синем платье, к нему прекрасно подойдет обувь серебристого, серого, жемчужно-молочного и золотистого оттенка. Хорошим дополнением к такому новогоднему платью будут классические туфли, ботильоны или босоножки черного цвета. Что касается стиля новогоднего наряда, в нем должно воплощаться изящество лошади. Короткие мини-юбки, открывающие изгибы стройных женских ног – вот тренд новогодней ночи 2014. Одежда для встречи нового года должна быть струящейся, летящей, свободной и легкой, как и сама лошадь. Мужчинам в Новый год рекомендуется одеть атласный или шелковый галстук. Также подойдет и бабочка. Туфли могут быть черными или коричневыми. Костюм – серым, черным, коричневым или темно-синим. Помните, выбрать подходящее платье, аксессуары и прическу – не самое важное. Главное – встретить год лошади в хорошем настроении, в кругу друзей и близких людей, в атмосфере веселья и радости. И тогда можно не сомневаться, что он откроет прекрасные перспективы и принесет удачу. Красивая прическа, великолепное платье и шикарное настроение не спасет ваш неудавшийся макияж. Как сделать так, чтобы было быстро, красиво, а главное – модно, нам расскажет наш гость, визажист Инна Мушинская. Доброе вам утро! Доброе утро! И давайте, девочки, вперед! Расскажите нам, как сделать в Новый год. Ну, прежде всего, для того, чтобы быть красивыми, необходимо при себе иметь хорошее настроение. Это первый залог успеха. Во-вторых, конечно же, необходимо выспаться. Потому что после того, как в порядок приводится все в доме, вокруг, все блестит, сверкает и готов новогодний стол, чаще всего женщины уже начинают напоминать замухрышку-золушку. Да, они уже не сверкают. Поэтому необходимо, конечно же, оставить себе время на то, чтобы отдохнуть, хотя бы минут 20-30 вздремнуть, не больше, потому что будет сложно проснуться. Контрастный душ. Можно сделать масочку на лицо из овсяных клопьев, запаренных кипятком. Что-то домашнее такое, что под рукой. Из-за львье это уже будет под утро масочка. У мужчин. Освежающий. Да, в большинстве. Преимущественно у мужчин. Вот. Ну и, конечно же, нанести освежающий макияж, который желательно, конечно, наносить уже непосредственно перед самым празднованием торжества, а не с утра. Потому как с утра он к вечеру уже немножечко завянет. Да. Уже потускнет. Да. Какие оттенки актуальны в этом году? В этом году также актуален акцент на губы. К красному классическому яркому цвету уже присоединяются темно-бордовый, темно-вишневый. И также остаются графические стрелки в моде. Скажите, а если девушка захотела все-таки навести красоту в салоне, насколько должен быть толст кошелек мужа в таких случаях? Вы знаете, как правило, очень напрасно люди, клиенты боятся салонов. Это не стоит бог весть каких денег, зато к красивому внешнему виду вы еще получите море удовольствия. И как раз тот релакс, который необходим перед бурной новогодней ночью. Просто мужчины переживают, пока женщина в салоне, им же надо готовить, это все делать, прибирать, все это выставлять. Потому что она там не будет. Ну что, он может подвезти тоже чан с картошкой. И тебе красоту находит. Скажите, что касается волос, что бы такое сотворить с ними? Ну тут тоже предположительно длительное гуляние, активные танцы. Тоже, соответственно, не нужно выстраивать какие-то башни, легкие укладки. У нас вообще тенденция уже 21 века, чем проще, тем лучше. Поэтому как бы уже зависит от вашего мастера. Я думаю, что у каждого есть свой парикмахер, который им посоветует. В 2014 году какой цвет волос актуален будет? Цвет волос, выбор цвета волос, это очень индивидуально. Поэтому все зависит от цвета кожи, от цвета глаз. Исходя из этого уже подбирается цвет волос, который вам будет идти. То есть модно то, что вам к лицу. А более естественные или там может быть не очень? Потому что я видела недавно очень много девочек с зеленым цветом волос, с синим цветом волос, с розовым. Это откуда это все и пошло? Где вы их видели? Я видела на улице. Я как бы тоже не встречала, но я думаю, это уже, наверное, европейское венье. Потому что именно там очень много разноцветных девушек. Я не знаю, что движет ими. И как бы что это за способ самовыражения. Но слава богу, мы такие более лояльные. А как насчет того, чтобы смешать какие-то тона, цвета, милирование на черные волосы? Или это уже не актуально? Ну почему же не актуально? Я еще раз повторюсь. Актуально то, что вам к лицу. Будем тогда экспериментировать. А цвета в общем, я все-таки хочу спросить, какие цвета будут актуальны? Я себе так, на карандашик просто. Цвета чего? Вот одежды. Вот среди женщин. Вот как вы думаете? Цвета одежды среди женщин. Я по-русски вообще задал вопрос. Вы будете сейчас смеяться? Но цвет одежды так же зависит от цвета глаз, от цвета кожи, от цвета волос. То есть это, понимаете, уже есть такая, так скажем, мини-наука, которая определяет цветотипы людей. И уже согласно, их всего четыре по сезонам времени года. И уже согласно этим цветотипам, вы четко должны знать, какие цвета вам идут, какие нет. Да, потому что там и цвет кожи, допустим. Летом где-то что-то как-то лицо загорит, абсолютно другое. Волосы высветятся зимой, уже более мы темнеем, все подбираем. У меня вот такой вопрос. Всем известно, что женщины на Новый год как бы хотели видеть одним из подарков неплохую косметику, да, любимую, о которой они мечтают. Но для нас мужчин это всегда загадки, то есть что они там смотрят в косметических магазинах, какие фирмы. Ой, лапочка, мне вот это нравится, вот это. А мы когда приходим сами уже, без них, естественно, мы хотим сделать сюрприз, то становимся в тупик. Все на одно лицо. Что-то моя выбрала, ну где, показывайте же, что она там смотрит. Ого, вот это, ничего себе. Можно купить пять килограмм мяса. Как сделать так, чтобы не было такого в магазине, что ого, вот это, и чтобы дома было, ну, милый, как приятно. Ну, конечно же, первое, это вам необходимо подсмотреть, чего бы она хотела. Второе, конечно, это консультация продавцов, которые вам реализуют этот товар. У меня, например, есть такие клиентки, чьи мужья приходят 8 марта Новый год, и они просят, вот такая-то сумма, соберите мне то-то, то-то. Я уже, зная, что мы дарили предыдущие праздники, подбираем подарки, все довольны, счастливы. То есть так же должно и в магазинах происходить, уже сами продавцы должны вас консультировать. Ну, конечно же, лучше всего выбрать что-нибудь нейтральное. Ну, и следующий пунктик договориться, в случае чего мы дарим приобретенным. Инна, там мой придет, и мы, пожалуйста, тот тональник отложим, а нам там сложим. Этот за 30, а тот за 50. Не говори, что есть за 30. Скажи, за 50 самый дешевый. И для вас скидка. А подны женщины, да. Спасибо огромное, что вы к нам пришли, дали множество ценных советов. И можете пожелать что-нибудь нашим телезрителям перед Новым годом? Дорогие друзья, еще немного времени, и все невзгоды и печали станут прошлогодними. Пусть самое хорошее сохранится и приумножится в следующем году. Будьте счастливы. Спасибо вам огромное. С наступающим вас. С наступающим. Спасибо вас также. Ура. Наконец-то и Слободея присоединилась к числу поздравляющих. А это аж 20 тысяч человек. Из Приднестровской Слободы. Спешат поздравить вас с Новым годом. Гостеприимные слободейцы. Ну давай, Слобода, поздравляй республику. Уже через несколько часов наступит новый 2014 год. Осталось совсем немного времени, чтобы как следует подготовиться к празднику. В последние часы уходящего года мы приехали в город Слободея, где впервые в этом году с 25 декабря проходит лазерное шоу, а уже завтра, 1 января, в 17.00 начнется праздничный концерт. А эту зеленую красавицу городу Слободея подарил его житель Марарь Михаил Иванович. Друзья, с наступающим! Ну что, Слободея, ты готова? Мы идем тебя поздравлять. Повод какой у вас! Повод Новый год! Да, очень приятно! С Новым годом! Я поздравляю всех жителей Слободзеи, Слободзейского района, а также всего Приднестровья. С наступающим Новым годом желаю! Счастья, здоровья, радости, веселья в каждый дом. Чтобы вы были красивые, счастливые и здоровые. Самое главное, не терять оптимизм. Жили дружно и хорошо в этом нашем прекрасном мире. С Новым годом всем! Где ты взял шапочку Санта-Клауса? Купил. Купил на базаре. Оригинальный ответ. Что бы вы хотели получить в подарок Деду Морозу в этом году? Здоровья своим родителям. Я очень сильно хочу моему сыну 30 лет, чтобы у него появилась невеста. Большая очень возможность найти невесту, сыну. Как вас зовут? Максим Васильевич. 30 лет ему. Максим Васильевич. Итак, требования от будущей свекрови. Требования? Значит, девочка скромная, с образованием. Я девочка скромная и с образованием. Возьмете меня? 100%. Так много надо? Какой-то сюрприз. Я люблю только сюрпризы. Интересную книжку. Сколько раз вы смотрели фильм «Мирония судьбы» или «Слегким паром»? Ни разу. Много раз? Сто раз. Я уже ее наизусть знаю. Можете процитировать какую-нибудь фразу? Какая же гадость, это ваша заливная рыба. Кто вам больше понравился? Барбара Брыльска или Елизавета Боярска? Боярска, конечно. Идешь все-таки. Все-таки рулит? Конечно. Самое яркое событие за этот год уходящий. Выход на работу после декретного отпуска. Дела сыночка. Самое яркое событие – это каждый день проведенный с моей семьей, с моими любящими рядом родителями, парнем, сестрю. Могли бы напеть «Лесу родилась елочка», можем вместе. Конечно. В лесу родилась елочка. В лесу она росла. Зимой и летом стройная. Зеленая была. С Новым годом! Дай Бог вам здоровья и счастья. Будьте здоровы. И чтобы вы радовались жизни. Она действительно очень хороша и стоит того. С Новым годом! Бесконечная кутюрьма, беготня в поиске подарков, приготовлений. Вся подготовка к Новому году отнимает немало сил и хорошего настроения. Как сделать так, чтобы в вашей душе царило спокойствие и умиротворение? Расскажет наш гость, психолог Ирина Кондратенко. Доброе утро! Доброе вам утро! Доброе утро! Ну что ж, Ирина, расскажите, как остаться в добром расположении духа и не падать духом, если не нашел вдруг подарка, если дома что-то не заладилось. Или просто устал. Да, потому что уже замотался. Это действительно очень сложно. 31 декабря сохранить бодрость, хорошее настроение до 12 часов, а желательно и на всю ночь, достаточно сложно. Поэтому нужно задуматься о том, как правильно организовать свой предновогодний день. Это очень важно. Составить план – это совет, который не каждому подойдет. Составить план хорошо работает, методика составления плана хорошо работает только для людей, хорошо организованных. Для человека спонтанного, энергичного, холеричного темперамента. Лиза, наверное, поймет. Составление плана – это выброшенное время, нервы. Все должно быть здесь в голове. Да, и человек потом думает не о том, что нужно сделать, а о том, в какой последовательности. На какой бумажке ты записал. Да, это выбивает его из калии. Какой карман положил еще? То есть для некоторых людей этот план может сыграть, наоборот, злую шутку. Но и первому, и второму типу людей можно рекомендовать продумать приоритеты. Несколько составить план, как пошагово делать, а продумать приоритеты. Что важнее. Что важнее, что не так важно. Допустим, если у вас вечеринка дома, хозяйка должна подумать, что важнее. Украсить стол, допустим, к приходу гостей, либо самой привести себя в порядок. Что более допустимо, доставить тарелки или бокалы при присутствии гостей, или бегать в бегудях и так далее. Подождите, сейчас, секундочку, секундочку, я еще не готова. Не смотрите, закройте дверь. Да, очень часто большая ошибка женщин в семье. Они берут все на себя, и только я с этим справлюсь, мне никто не помогает. Особенности мужчины, допустим, и сыновья. И женщина тянет все на себе, и к 10 вечера она уже лежит на диване, она уже не может снять. Да, с бокалом уже просто спит. Просто вот так вот. И настроения нет ни у нее праздничного, ни у ее мужчин. Потому что она не приносит им тех эмоций, которые она должна в эту ночь принести. Это очень зря. Мне кажется, мужчины и женщины должны к этому барьеру подходить в равной степени уставшими. Да, поэтому здесь золотое правило. Главное правильно делегировать свои полномочия. То есть женщина, проснувшись, просыпаясь, лежа в кровати, должна подумать о том, что я могу перепоручить, сделать супругу, детям, посильные какие-то дела. И совместно за завтраком, предновогодним обсудить, удостовериться. Дать ему список, чтобы он пошел на рынок. Да, что они... Я думаю, что это такой праздник достаточно семейный. И очень часто, даже если мужчина не помогает по хозяйству, как правило, мужчины в этот день подключаются. Потому что им тоже хочется видеть новогоднюю ночь, красивую, успешную жену, которая не вымотанная, да, как та лошадь, которую мы ждем в этом году. Мини-восьмое марта такое. Да, да. Ну скажите, а если наступила такая стрессовая ситуация, что в таких случаях делать? Потому что какие-то приемы. Да, да. Когда проснулся утром, и уже настроение не золотится. Потому что что-то случилось, а просто вот, ну, нет его. Вот где ему. И сил нет. Самый хороший способ, что вспомнить что-нибудь приятное. Какие-то эмоции, которые у тебя были в прошлом году, если вечеринка прошла хорошо, успешно, удачно, или ты просто отдыхал ту новогоднюю ночь, а не заботился о создании этого вечера, да, можно съесть любимый шоколад, подумать какие-то, да, посмотреть, может быть, отрывок любимого фильма, пообщаться с животными, с детьми. То есть каждый человек имеет свои способы улучшения настроения, да. Очень часто мы загоняем себя в вот эти бытовые какие-то дела 31-го числа в силу такого феномена, как углубление времени. Что это за феномен? Когда у современного человека очень-очень много дел. На самом деле у нас их... Надуманных дел. Да, да. На самом деле у нас их намного меньше, чем у наших, допустим, родители, там, 70-80-е годы, у нас стиральные машины, посудомоечные машины, у нас есть техника. Микроволновки, да, загреть быстренько. Да, мясорубка, нам не надо часами, там, тот фарш крутить, да. Мультиварка, вообще ничего не надо делать. Хлебопечка, что там еще, тостер. Все, все, да. В чем суть углубления времени? Когда мы в одну единицу времени хотим впихнуть несколько занятий. Это создает у нас иллюзию того, что я за час успею сделать очень много дел. На самом деле я потрачу столько же времени, сколько я бы потратила и себя их делала планомеренно, да, или раздельно друг от друга. Но при этом у меня создается ощущение полной усталости, потому что я постоянно переключаю внимание, постоянно все психические ресурсы перекидываю с одной деятельностью на другую. И пройдет этот час, я все сделаю, но при этом я буду вымотана, как будто я делаю 4 часа. Поэтому какой бы ни был неорганизованный человек, главная рекомендация – это все делать последовательно. То есть если я сел чистить картошку, значит, я сел чистить картошки, я не делаю маникюр, да. То есть все делать последовательно, и тогда не будет ощущения этого усталости. Конечно, если у вас останется лишнее время, час, полтора, вдруг бывает такое, желательно либо поспать. Но если вы знаете, что эти вам полтора часа сна только навредят, вы потом будете разбиты, то просто посмотрите телевизор, полежите в горячей ванне с солью, каким-то образом продумайте эти моменты. Очень важно всей семьей договориться, как будет проведен день. Бывает, что родители вас ждут, допустим, к вечеру, вы не успеваете в силу того, что там еще разливаете холодец. Эти моменты тоже нужно утрясти. Договориться заранее с друзьями, с близкими, в какое время вы к ним придете. Доступно ли вам будет прийти 31-го накануне, либо уже 1-го числа, допустим, там в обед, выспавшись после бурного празднования. А если вот приходится работать 31-го числа, вот как себя подготовить к этому? То есть как смириться с мыслью, что все вокруг будут гулять, а ты там, например, вот работаешь? Ты халтуришь на Новый год, что ли? Снегурит. В любом случае тут дело мотивации, да, для чего мне это нужно. Если человек любит свою работу, какой бы ни был праздник, день рождения, выходной, Новый год, человек будет чувствовать себя комфортно и хорошо. Особенно если эта работа связана с праздником. Допустим, человек работает на вечеринке, ему ничего не мешает испытывать те самые положительные эмоции, которые он бы испытывал, допустим, в компании друзей. Кроме того, работа, как правило, длится не всю ночь. Можно отработать свою какую-то там часть программы, присоединиться к друзьям. Вот, то есть кто-то служит в органах, да, или врачи, то есть он заступает на сутки. Милиционеры, они нас охраняют. Ну, как правило, в таких коллективах они такой небольшой сабантуйчик устраивают, может быть, без алкоголя, может быть, без каких-то там дополнительных, да, приятных атрибутов. Да, но ничего не мешает создать праздничное настроение какими-то теми же самыми мандаринами, елкой, хороводами. Это патрульно-постовые, которые там 12 ночи, там на балке, например, без самолета. Все вокруг гуляют, а они в этой выездной елке мерзнут, стоят бедные. Они должны думать о том, что их ждет дома. Да. Когда они придут, да. Скажите, когда лучше наряжать елку? Ну, конечно, заранее, потому что, особенно если есть дети, они вам уже в 20-х числах начнут рассказывать, что елка нужна, нужна, нужна. Очень часто откладывают это на потом, не сделана уборка или еще что-нибудь, или там недокупленные игрушки. И это все заканчивается тем, что 31-го числа, мы смотрим на елку, она у нас никакая, потому что игрушки не купили, не успели, в магазинах очереди. Поэтому желательно, конечно, заранее. Каждый определяет сам. Если квартира маленькая, нет возможности неделю прожить с елкой, понятно, что тут уже 30-го, 31-го накануне. Если размеры позволяют, почему бы ее и 20-го не установить? Пусть вот это новогоднее настроение постепенно накапливается. Скажите, а вот в Новый год что вы посоветствуете? Все. Лучше сходить в гости или куда-нибудь в ресторан, так сказать, либо провести дом. Потому что многих удручает домашняя атмосфера, они понимают, что из года в год то же самое. И как бы телевизор радует, конечно, в новогодние дни, даже очень радует, но все же ты понимаешь, что вокруг жизнь бурлит, так сказать. Как поступать в таких случаях? Это все очень индивидуально. Для некоторых людей Новый год это сугубо семейный праздник, только дома, только мисочка оливье, холодец и так далее. Для других людей, которые действительно устали уже, да, из года в год одно и то же, и они действительно хотят чего-то. Чаще всего в парах так и бывает. Один хочет дома, он такой за традиционные ценности. Наверное, это мужчина, да. А женщина, которая устала мыть посуду 1 января, она все-таки планирует всегда следующий год провести в другом месте, чтобы отдохнуть. Да, другой хочет наоборот какую-то шумную вечеринку. Здесь супруги, допустим, должны просто договориться, давай в этом году отметим так, на следующий обязательно пойдем в другое место. Все зависит от компании. По большому счету, вы можете пойти в какое-нибудь заведение, быть там скучными людьми, вам неинтересно, допустим, вы там никого не знаете, вы пришли с супругой вдвоем. Вы точно так же скучно его проведете, как вы бы провели его дома. Дома можно было бы веселее, потому что дома дети, какие-то, не знаю. Семья, родные, соседи. Да, опять же. На улицу кто-то выходит. Некоторые на островах проводят, к примеру. Все зависит от возможностей. Да, мальчики. Да. Ну что ж, на Днестре тоже есть острова, я тебя свожу. Нормально будет. Спасибо. Ну что ж, вам огромное спасибо. Перед тем, как мы вас отпустим, хотелось бы услышать ваши добрые пожелания. С наступающим Новым годом нашим телезрителям. Ну, пожелать Новому году можно много всего хорошего. Но самое главное, Новый год, поэтому он и новый, и называется новым. Потому что это время обновления, время новых друзей, новых жизненных приоритетов, новых планов. Очень часто, как бы мы ни были циничны, какие бы мы ни были скептики, мы всегда верим в чудо. Мы всегда верим, что вот первое число я проснусь, и моя жизнь изменится. Будут другие или иные люди более хорошие, и я стану более хорошей. И так далее. Поэтому я желаю, чтобы эти мечты, конечно же, стали явью. И главное, мечтайте о том, что ваша жизнь изменится. Нужно в это верить. И чем более позитивно вы мыслите, тем более ярко и интересная будет у вас жизнь. И наши люди, они в силу менталитета, в силу каких-то традиций, наверное, они очень боятся нового. Они боятся новых знакомств, боятся новых каких-то дел. Вот я хочу пожелать всем телезрителям, вот не бояться новизны. Это действительно наполняет нашу жизнь смыслом, позволяет нам творить, позволяет нам жить и чувствовать себя счастливыми. Спасибо вам большое. С наступающим вас Новым годом. И вас наступающим. И спасибо за очень ценные советы. Пожалуйста. Ну а далее в утреннем эфире свежий выпуск новостей. После чего мы продолжим. Не переключайтесь. Доброе утро. В студии с новостями Анастасия Чернитинская. Накануне президент Приднестровья подписал закон ПМР о республиканском бюджете на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов. При этом в отношении отдельных норм закона глава государства воспользовался правом вета. Напомним, он впервые разработан правительством Приднестровской Молдавской Республики на среднесрочную перспективу, то есть на три года. В 2014 году планируется уменьшение дефицита республиканского бюджета по сравнению с 2012 годом на 140 миллионов рублей ПМР. В отношении отдельных норм закона о республиканском бюджете на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов глава государства воспользовался правом вета. По мнению президента, ряд внесенных депутатами поправок не обоснованы с точки зрения экономической целесообразности, не отвечают концепции закона проекта, а также нарушают установленные конституции и действующим законодательством процедуры принятия законов. Также глава государства подписал закон Приднестровской Молдавской Республики о бюджете Единого государственного фонда социального страхования ПМР на 2014-2016 годы, где в отношении отдельных положений воспользовался правом вета. Новогодние праздники, время каникул и отпусков. Многие приднестровцы выезжают за пределы республики. При этом автовладельцам о поездке стоит позаботиться заранее. На что стоит обратить внимание в первую очередь, расскажет Станислав Стоянов. Треть зимы позади. Настоящего снега в Приднестровье еще не видели. Благоприятной погодой пользуются некоторые автолюбители, оттягивая процесс смены резины с летней на зимнюю. Хотя опытные владельцы авто знают, не стоит ждать снегопада, чтобы переобуть машину и заботиться об этом заранее. В первую очередь, зимняя резина – это самое главное. Я постоянно слежу за машиной, постоянно на СТО. И я уверен в ней. СТО в конце года без очередей все равно, что Новый год без Деда Мороза. Представить сложно. По уже устоявшейся традиции, автовладельцы процедуру техосмотра оттягивают до последнего. Причины у каждого разные. Не было времени, не был дома. Ясно. Где-то в отъезде были. Не, я в больнице лежал. Дела откладывал на потом, на потом. И так уже сейчас приходится делать. Машина стоит. Вот видите, как она выглядит. Стоит. На другой езде мы эту проходим сейчас. Тем не менее, в ГАИ отмечают с увеличением срока прохождения технического осмотра. С шести месяцев до одного года очередей стало незначительно, но меньше. За 11 месяцев 2013 года в государстве технического осмотра было представлено 80 тысяч автомобилей. Сразу могу сказать, что это на 1% больше, чем в 2012 году. Владельцы транспортных средств, которые не успеют пройти государственный технический осмотр сейчас, в 2013 году, могут же свое транспортное средство предоставить сразу же после новогодних праздников в 2014 году. При этом нужно будет заплатить штраф в размере десетируем ЗП, примерно 145 рублей. А те, кто вовремя успел пройти технический осмотр в этом году, в новом, 2014, за эту процедуру будут платить на порядок меньше. Согласно закону о дорожных фондах, об изменении в закон о дорожных фондах Приднестровской Молдавской Республики, с января 2014 года исключена обязанность уплаты налога с физических лиц. Могу сразу сказать, что в 2014 году технический осмотр на любой автомобиль будет составлять в пределах 170 рублей. Точная сумма будет известна сразу после новогодних праздников. Если вы собираетесь в период праздников посетить родственников или друзей за границей, в Госавтоинспекции обращают внимание автовладельцев на некоторые нормы законодательства соседних стран. Хочется разъяснить нашим автомобилистам, которые собираются выехать в Республику Молдова, о том, что там действует постановление правительства. С 1 декабря по 1 марта все автомобили должны передвигаться на оборудование с зимними шинами. И до 31 марта действует закон о том, что они должны двигаться с ближним светом фар. На территории украинского государства с ближним светом фар нужно ездить до 30 апреля. Зимняя резина на усмотрение водителей. При этом, что в Украине, что в Молдове обязательно наличие страхового полиса. В среднем будет где-то 300-320. Это страховка, усредненная Молдавская и Украинская. Они не сильно разъясняются между собой в ценовой политике. Украинская чуть дороже, страховка Молдавская немного дешевле. Очень многое влияет на цену старшего вождения водителя. Чем больше стаж, тем ниже цена страхового полиса. И, соответственно, от объема двигателя зависит. Также не стоит забывать пристегиваться ремнями безопасности. Соблюдая все эти советы, при выезде за границу вы избежите неприятных разговоров с сотрудниками ГАИ соседних стран. И в полной мере сможете насладиться новогодними праздниками в кругу родственников и друзей. Новоселье в канун Нового года. Первомайский дом ветеранов принял более 20 подопечных. Их перевезли из Бендер, где уже в следующем году откроют центр дневного пребывания для детей с ограниченными возможностями. Рассказывает наш корреспондент. Адель Юсуповна с интересом рассматривает свою новую комнату. Говорит, такого не ожидала. Здесь и современный ремонт, новая мебель, отдельный санузел. Что больше всего порадовало пенсионерку, соседку по комнате она смогла выбрать сама. Вместе с Адель Юсуповной в дом ветеранов приехали еще 22 пенсионера. Их встречали хлебом с солью, песнями и добрыми словами. Чтобы ухаживать за увеличившимся вдвое количеством подопечных, в новом году Дома ветеранов увеличат медперсонал. Также трижды в неделю будет приходить врач. Это учреждение более благоустроенное по сравнению с Бендерами. Здесь отдельная собственная территория, где престарелые могут отдохнуть. У них достаточно хорошо организованы зоны отдыха. У них очень много зеленых насаждений. Также в этом учреждении более благоустроен именно сам быт. В Бендерах, говорят представители министерства, уже в новом году откроют центр дневного пребывания для детей с ограниченными возможностями. Новый год – время чудес. В эти дни каждый ребенок верит в сказку и надеется на чудо. Особенно его ждут дети, которые борются с болезнью. Накануне праздник ребятам дарили десятки добровольцев и сказочные персонажи. В акции «Подари Новый год» онкобольному ребенку принимала участие наша съемочная группа. Конфеты, игрушки и даже снегоход. Свои самые желанные новогодние подарки получили 60 ребят. Они день за днем мужественно сражаются с онкозаболеваниями. Подарки абсолютно разные. Самое интересное – это у нас живой попугай и живой котенок. Игрушки в основном. Также мы дарим и сладкие конфеты, наборы цитрусовые. Есть пару сюрпризов, не хочу их раскрывать. Волнистый попугай – долгожданный подарок для Марины. Она первой встречает Снегурочку и Деда Мороза в Террасполе. Несмотря на сложную болезнь, девочка выучила стихотворение, чтобы отблагодарить волшебников. Но самое главное – волшебство еще впереди. На пушистом венке завязывают ленту и загадывают советное желание. Я уверена, что потом все ваши желания сбудутся. Давайте все вместе держимся. В Днестровске Дед Мороз и Снегурочка пришли поздравить Даниила не только с Новым годом, но и с днем рождения. Сегодня у мальчика юбилей, ему 10 лет. Мешок с подарками получился особенно внушительным. Ой, мне кажется, у нас там столько всего интересного. Дед Мороз легко уместил в своем большом мешке детскую мечту – самолет на пульте. Когда вырастет, Даниил мечтает стать милиционером. Но пока он борется с недугом и верит, что его мечта обязательно сбудется. Еще одна лента с заветной мечтой появляется на волшебном венке. А мы с дедушкой, 32 декабря, его повесим на самую главную елку в городе Террасполь. А в новогоднюю ночь дедушка всю эту гирлянду заберет и обязательно исполнит каждое желание. Веришь нам? Да. Помнит Дед Мороз и о своих почти уже взрослых подопечных. Елка приехала специально к Ире. Она впервые встречает Снегурочку и Деда Мороза у себя дома. Девочка родилась весом всего лишь один килограмм и смогла выжить. Правда, диагноз ДЦП теперь живет вместе с ней. Спасибо. В этой семье наступающий Новый год особенно счастливый. Саша выздоровел и теперь сам хочет быть врачом. Самую заветную мечту вся семья в тишине загадывает на венке желаний. А вслух Саша произносит пожелания другим детям. Здоровья, счастья, благополучия. Венки с загаданными желаниями повесят на самую главную елку Приднестровья. Там они будут ждать Деда Мороза. Полночь 31 декабря главный новогодний волшебник соберет все заветные мечты, чтобы потом их обязательно исполнить. Вопросы образования, молодежной политики и информационных технологий обсудили на коллегии Минпроса. Так, бакалавриат предложили разделить на академический и прикладной. Оба вида рассчитаны на 4 года, но после прикладного выпускник получит не только теоретические, но и практические навыки и сразу сможет пойти работать. Такая практика уже есть в российских вузах. Теперь это новшество планируют внедрить и в Инженерно-техническом институте Приднестровского госуниверситета. Исходя из тех предложений, которые поступили, мне кажется, что нам достаточно будет в проекте решения просто одобрить эту социально-педагогическую инициативу и предложить университету провести нулевой курс апробации, соответственно, с привлечением организации среднего профессионального образования. Еще одно новшество – сайт школы Приднестровья начал свою работу. Это электронная библиотека для преподавателей, учеников и абитуриентов. Пока сайт полностью не заполнен, но уже в марте здесь можно будет найти нужную полезную информацию. А в следующем году в республике стартуют несколько крупных молодежных проектов. Один из них – «Мы народ Приднестровья». В рамках проекта организуют патриотические акции, концерты и выставки. Программа ориентирована на школьников всех возрастов, их родителей и педагогов. У меня на этом все. Хорошего дня и оставайтесь на Первом Приднестровском. Ребята, раз уж мы собрались с таким семейным кругом. Да, и елочка у нас имеется. Возле которой, конечно, хороводы не поводишь. Ну, например, спеть возле нее мы можем вполне. Вот кто какие песни знает новогодние? Кабы не было зимы, в городах веселых, никогда б не знали мы этих дней веселых. Не кружила бы мы лыжня возле снежной бабы, не петляла бы лыжня. Кабы-кабы-кабы, не петляла бы лыжня. Кабы-кабы-кабы. Как приятно вспомнить такие песни. А самых что ни на есть новогодних песней нам расскажет Мария Пантази в рубрике «Плейлист». Слушаем. Новый год приходит к нам не один. Ему сопутствуют приятные хлопоты, поздравления, подарки. Зеленая пушистая красавица, мандарины обязательно. И, конечно, соответствующая музыка, которая обретает особый смысл в преддверии самого волшебного события в году. Давайте еще раз напомним друг другу знакомые мелодии, с которыми мы из года в год встречаем любимый праздник. Ведь даже тот, кто никогда не считал себя меломаном, обязательно впускает в дом добрую праздничную песню. Когда придет Новый год, мы отдохнем о заботе, оставив в прошлом наши старые одежды. И пусть в закрытую дверь вчерашних бед и потерь к нам постучит за праздник светлой надежды. За долгую историю празднования Нового года музыкантами всего мира было написано множество композиций, лучшие из которых навсегда остались в наших сердцах и стали символом праздника. Happy New Year – полюбившиеся строки самой знаменитой новогодней песни, которую мы слушаем вот уже 1934 год. Написана она была на жарком Барбадосе в январе 1980 года. Родившаяся под палящим солнцем, она стала главным символом зимних праздников. Happy New Year – Happy New Year – may we all have a vision now and then Of a world where every neighbor is a friend. Happy New Year – happy New Year – may we all have our homes, our will to try. If we don't, we might as well lay down and die, you and I. Sometimes I see... Совсем неудивительно, что классические новогодние песни обретают новое звучание. О популярности новогодних хитов красноречиво свидетельствуют многочисленные ремейки. Так, кто, например, только не исполнял знаменитую Jingle Bells. Да и что удивляться, ведь что для нас в лесу родилась елочка, то для американцев Jingle Bells. Впрочем, сегодня песенка про звенящие бубенцы покорила все страны мира. Jingle Bell, Jingle Bell, Jingle Bell Rock Jingle Bell Swing and Jingle Bell Spring Slow it and blow it, our pleasures of fun Now the Jingle Rock has begun Jingle Bell, Jingle Bell, Jingle Bell Rock Обязательно хочу упомянуть Let It Snow. Еще и потому, что этот Новый год мы встречаем без снега. Это все-таки, согласитесь, тоже своего рода атрибут зимних праздников. А нам придется обойтись без него. Что тут поделаешь? Предлагаю еще раз послушать дорогую мелодию. В унисон ей подпевать «Пусть идет снег». И, быть может, в скором времени мы увидим за окном долгожданные белые хлопья. А я еще хочу сказать, что эта песня, по сути, ничего общего не имеет ни с новогодними, ни с рождественскими праздниками. Написана она была в 1945 году. Это песня о любви. Но, собственно, что это меняет? Для нас, Лаби Ценау, самое что ни на есть новогодняя композиция. Лаби Ценау Лаби Ценау Многие новогодние песни мы знаем с самого детства, но они не потеряли своего обаяния даже спустя долгие годы. Знакомые мелодии сказок и мультфильмов радуют нас в любом возрасте. Кабы не было зимы в городах и селах, И никогда бы не знали мы этих дней веселых. Не кружила бы малышня возле снежной бабы, Не петляла бы лыжня кабы-кабы-кабы, Не петляла бы лыжня кабы-кабы-кабы. В канун главного праздника года мы с удовольствием смотрим любимые фильмы. Без них не обходятся новогодние каникулы. Но что значат эти фильмы без их главных песен, Которые мы давно знаем наизусть? Эту песенку мою пускай поют, Пусть летит она по свету, Я дарю вам песню эту песенку про пять минут. Пять минут, пять минут, Бой часов раздавца вскоре, Пять минут, пять минут, Помиритесь те, кто в ссоре. Пять минут, пять минут, Разобраться, если строго, Даже в эти пять минут Можно сделать очень много. Пять минут, пять минут, Бой часов раздавца вскоре, Помиритесь те, кто в ссоре. До самого долгожданного праздника Осталось, ну, не то чтобы пять минут, Но все-таки совсем чуть-чуть, Он уже на пороге каждого дома. Встречайте его с распростертыми объятиями, С открытым сердцем, С песней на устах, наконец. Встречайте так, чтобы он не захотел от вас уходить, Оставив благодарность исполнения Самых сокровенных желаний. Счастливого Нового года! Родной город наших прекрасных ведущих. Бендеры наши родненькие. Их поздравления мы оставили напоследок. Но не могли же вы подумать, Что этот Новый год будет без поздравлений Из нашего старейшего города. Из башены крепости. Из улицы Ленина. Летят, как сани Деда Мороза. Поздравления с наступающим Новым годом! Ну, бендеры, поздравляйте! Совсем скоро Новый год. Вся республика к нему усердно готовится. И в бендерах царит тоже праздничная обстановка. Чтобы люди были добрее, И населения было больше. Спасибо тебе большое! С праздником тебя! Спасибо! Счастья, здоровья, денег, любви! Все были счастливы! Все самого хорошего, Все самого прекрасного, Что все были здоровы, не болели. Все самого наилучшего! Спасибо вам большое! У вас девушка есть? Нету! Нету? Нету! Обязательно! Вы такой симпатичный! Вам нужна девушка! Я вам желаю прекрасную принцессу в Новый год! Спасибо большое! Радости, счастья, удачи, везения, благополучия! А ты что бы пожелал в сфере республики и в городе Петендер в Новом году? То же самое! Ну, здоровья, счастья, побольше денег, хорошего, веселого настроения! И всех с Новым годом, с наступающим! Чтоб дети росли симпатичными и здоровыми! Очень много-много прелестных моментов, Особенно как у нас в городе такой волшебный, волшебный, как будто новая страна. И желаем всем посетить еще наш город! Пожелайте, пожалуйста, всей республики, родному городу Пендеры что-нибудь в Новый год! Хочу пожелать тогда жителям нашего города успехов, счастья, здоровья – это самое главное! Я хочу поздравить бендерчан с Новым годом, пожелать им в Новом году всех благ, успехов, здоровья – самое главное! И чтобы в нашей процветающей маленькой республике наладились отношения с Россией, и чтобы мы соединились с Россией! Любви побольше всем! Смотрите, не упадите! Нас любовь дедует! Дедушка Мороз, а правда, что ты желаешь всему Приднестровью в Новом году счастья, здоровья, благополучия в каждом доме и всего самого-самого замечательного? Молчание – знак согласия! Бриллиану! Чего? Бриллиану! Всем желаю счастья, здоровья побольше, радости! Она беретенок, дурнолея! Бриллиантов больше, больше, больше! Я желаю, чтобы все были здоровы и все хорошо учились! Самое главное – благополучие в семье! А здоровья желаешь? Да! Молодец! Это самое главное! Это я не мази! Бриллиан, бриллиан, брибриллиан! С Новым годом! Целый день до наступления темноты бендерчане поздравляли всех с наступающим Новым годом! В новогоднюю ночь здесь состоится концерт с участием творческих коллективов города Бендеры и, конечно, куда без главных символов Деда Мороза и Снегурочки. Гуляние будет продолжаться с 10 вечера до 4 утра. Салют отгремит в час ночи. С наступающим, друзья! Новый год! Какой же все-таки это чудесный праздник! Например, когда я был маленький, мне можно было только в Новый год не ложиться в 10 часов. И еще ночью пойти с родителями запускать новогодний салют. Только в Новый год можно прийти к кому-то в гости в 5 часов утра. И тебе по-настоящему будут рады! Только в Новый год уровень витамина С в крови взлетает до отметки «Еще чуть-чуть» и аллергия. Но люблю я мандарины! И знаете, как тепло и искренне звучат эти слова? Когда все твои близкие за одним столом. Бенгальский огонь отражается озорным огоньком в бокале, наполненном шампанским. Начинают бить куранты. И в тысячах домах, квартир, улиц. Раздается громогласное с Новым годом! А небо озаряется сотнями вспышек. Ох, с наступающим нас! И вас! Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Говорят, как Новый год встретишь, так его и проведешь. Так позвольте же чуду, атмосфере радости, волнению, перед чем-то новым, лучшим поселиться в вашем доме уже сегодня. И кто знает, может быть оно чудо не захочет покидать ваш дом в наступающем, 2014 году. Дорогие телезрители первого преднестровского телеканала! Спасибо, что весь этот год вы провели вместе с нами. Наш последний в этом году утренний эфир... К сожалению, подходит к концу. Но не надо грустить! Ваши лица должна украшать только улыбка. Ведь мы вернемся в новом уже 2014 году. И с еще большей энергией будем будить и будить вас по утрам. Так что, пока мы уходим на небольшие каникулы... Расслабьтесь и поспите сколько угодно. И сегодня, в канун Нового года... 31 декабря 2013 года... Работали солнечные зайчики утреннего эфира Денис Кириллов... И Елизавета Терещенко... И не менее солнечные зайчики Дмитрий Доброхотов... И Ольга Яковенко... С добрым утром, республика! И с наступающим Новым годом! Ура! Редактор субтитров А.Семкин